Всем привет, друзья! Мы продолжаем наше шоу, где ребята бьются за контрактом кала или 300 тысяч рублей. И сегодня у нас, ребята, исхочу вам кал, против вам кала. Давайте похлопаем! Футбольный клуб! Естественно, нельзя было оставить за бортом ни PandaFX, ни Игоря Олейника, которые пришли поучаствовать. И, к сожалению, вылетели в предыдущих выпусках. Поэтому было принято решение позвать пацанов поиграть за действующих Амкамовцев. На этот фантастический матч приглашают своих футбиков. Игорь Олейник, нам обязательно нужны! Олейник выбрал проект вам всех! Сразу вставай! Пацаны! Панда! Панда не бегает! Панда! Я не знаю, что Игорь Олейник рассказывал здесь. Хочет он выбрать деньги или контракт, но в ходе нашего общения во время съемок мне казалось, что ему все-таки интересно было бы рассмотреть вариант контракта. В особенности, что сейчас в межсезонье какие-то выезды будут планироваться, какие-то интересные шоу-матчи. Честно, мне очень обидно, что Игорь сходит на этой дистанции. Как будто бы он точно заслуживал пройти в следующие выпуски. И если не победить, то быть одним из финалистов проекта. Я еще многое мог, но доказать мне не дали. В чем смысл футбола и почему имеет смысл постараться обыграть нашу команду? Если вы побеждаете, то из проекта уходят два человека. Если вы проигрываете, то проект покидают четыре человека. Если Саня Моменко отстоит на ноль, то он получает иммунитет. Дальше следующее. Какова вероятность, что тебе просто по-своему ебать на первых минутах? Там, я думаю, нет таких чуваков у меня в команде не было, кто такой темой мог бы заняться, барыжей не было. Вам нужно выбрать Кэпа и объяснить, почему вы выбрали. Бремки? Бремки? Он, блядь, сидит. Мы его видели, блядь, он маленький. Эй! Еще очень забавная ситуация. Когда Вася Маврин играл в Мкале, Сибыч частенько предлагал ему надеть на себя повязку, когда его меняли. Но Вася всегда отказывался и искал на поле. Не знаю, там Филу Воронину, Клёна, Шурыгу, кого угодно. Лишь бы не одевать эту повязку. А здесь он как будто бы прочувствовал просто, что сейчас нужно забрать эту повязку, проявить лидерские качества, потому что она может пригодиться. Не, вы у вас оставили, что он Кэпа? Да. Все поставят? Отмечу, как Кэпа выбрали идеальную, блядь. Все, наверное, были за это. Ну, логично, что он лидер по футболу. Во-первых, самый старый, самый опытный, пускай забирает. Да, там капитанство, не, понимаешь, человек просто взял, схватил, все. Ну, там ребята такие, ну, никто не будет конфликтовать. Слышь, да, я буду с капитанской. Ну, он схватил, типа, я буду. Можешь, акулу капитанскую? Акулу схочешь капитану? Не, брат, давай ты. Давай, давай, давай. Каждые 5 минут будем давать новому капитану. Вот так будет. 5 минут меняемся, он уже сам сказал. Все-таки, ладно, не вопрос. А в итоге он забрал ее, но он, наверное, на самом деле забыл. Я это верю ему. Во-первых, все забыли об этом. И я забыл, что у меня повязка на руке. Давайте мне тренером немножко почувствовать себя. Первый и последний день. Которая перестала быть шуткой и из чата вылезла в интернет. Я в чате написал, что временно в отпуске исполняющим обязанности главного тренера будет Никита Финита. И во время этого отпуска мы снимаем «Хочу вам кал». Вы сами все знаете, сами все умеете. Тренировка к перчатке меняете, да? Все у вас ***. Хотя мне кажется, если футболист по мячу не попадает, то это не виноват тренер. Меня от себя добавить особо нечего. Кроме того, что попытайтесь сегодня свою футболочку найти на поле. Ну и докажите ребятам, почему вы «Амкал», а они нет. Ну и по составу. Фидос в воротах. В защите Шурыга в центре Эрик правее. Левее Ваня Млечный. Справа полузащита Форза. Слева Фанки. В центр чуть ниже Бизекс, чуть выше Герман. Впереди Сипсканы. Новый сын у тренера. Пандос, вместе в нападении с Сипсканы. Коуч. А прям как Герман Владимирович? Я выйду? Ты выйдешь, конечно. Я разработал отличную концепцию, по которой играют каждый по 7 минут. Друзья. В этом видео для вас мы собрали настоящих галактикос из мира медиафутбола. Но не забывайте, что настоящая лига чемпионов, в которой играет мой любимый мадридский Реал, продолжается. И если вы до сих пор не знаете, где ее посмотреть, то у меня есть для вас решение. Смотри Лигу чемпионов на кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс и опцией Матч Футбол. Добавив опцию Матч Футбол к своей подписке, вы получите доступ ко всему самому интересному спорту. Лига чемпионов? Есть. Бундеслига, где Бавария в этом году не выглядит стопроцентным чемпионом? Пожалуйста. Серия А, где жиру в составе Милана феерит и в нападении, и в воротах? Тоже имеется. И все это в прямом эфире. Для новых пользователей первые 7 дней бесплатно. Кстати, спорт на кинопоиске удобно смотреть и с телефона, и на смарт-ТВ. Не хотите смотреть футбол? Тогда не забывайте, что в подписку Яндекс Плюс входит не только спорт, но и еще тысячи фильмов, песен, подкастов и сериалов. Один из которых — сериал «Кибердеревня», финальная серия которой выйдет 11 ноября. Можете, кстати, посмотреть его со своей семьей или друзьями, ведь в свою подписку вы можете добавить трех близких людей. Переходите по ссылке в описании и смотрите Лигу Чемпионов на кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс и опцией «Матч Футбол». Самое сложное в футболе — это объединить людей. Конечно, у нас разноуровневые и разноподготовленные люди попались в команде. И здесь важно было найти каждому позицию, смотивировать на то, чтобы каждый просто старался. Давай поучивание, каждый выскажется. Я хочу начать речь с того, что если мы проиграем футбол олейнику и фанке, то это вообще можно нахренеть со всем. С блогерством, с футболом. Я хочу, чтобы все получили удовольствие от игры в первую очередь. У них там играет панда, олейник, а могли играть за нас. Давайте ***м этих псов, которые нас предали и мячами в ту команду. Слушай, не, настроение хорошее, у меня типа все идет. Первый челлендж спокойненько там через себя. Финальти с первого забил, прошел дальше. Как бы не сильно устал. Ну, понятно, что настроение очень хорошее перед футболом. Раз***ть хочется. Очень хочется, чтобы те ребята, кто давно не играл в «Мкале», я про Германа, Бизекса, Млечного. Больше и не играли. Я тогда скажу, как Гендальф. Либо мы побеждаем, либо мы берем в рот. Я предлагаю первое. Я хочу, чтобы мы после матча смотрели на Сибскану и спрашивали, что с *** балом. Я предлагаю сегодня собраться в баре. Ну, это так. Хорошо. Ну, посмотрев состав, потому что многие ребята, которые уже давно не играют, мои физические данные. У нас сейчас «Мкал» просто в сухую вынесет, и 4 человека просто пойдут курить. Я вообще футбол ненавижу. А понимание того, что мне придется бегать с 2 тайма по 25 минут. Но почему-то акул меня вдохновил. Он как-то к этому так нормально отнесся. Типа, до 2 тайма я спокойно отбегаю. Я понимал, что меня поставят на какую-то позицию впереди, и там буду я стоять. Я просто, ну, как-то привык у себя в Питере бегать. А там, если бегаешь, то через 10 минут умираешь обычно. Что-то будет про «Чисто Питер» по-любому. «Чисто». Да. «Спасибо, Геннадзе». Я рассусоливать нахуй здесь не буду. Сегодня это моя команда, я президент здесь. Ты, по-моему, перепутал. Поб***йте, я закрою нахуй команду. Больше не соберемся. Все, давайте. Всем привет, дорогие друзья. Ну что же, легендарнейший матч. Легенда Амкала, которые уже здесь были, они здесь основали. А многие здесь за деньги. Но ни в коем случае не те ребята, которые прямо сейчас на поле. Поэтому, друзья, это будет поистине легендарное противостояние. О, что думаешь по первым минутам? По первым секундам, блядь. Я знаю, что тот президент, который не лезет в дела тренерские, но вот так постоянно стоит. При этом стоит добро. Да. Смехуёчков не будет. Старая добрая атмосфера Амкала и безалаберная оборона. Естественно, мы начали катать вату. Немножко так думая, что сейчас мы будем веселиться. И сможем обыграть наших участников шоу просто на легком дамском. А в итоге получили гол за Шиворот. Ну и здесь сразу же на перехвате пытался Вася Маврин. Но Рома Рой! И сразу же кладет Рома, Рома, Рома Рой! Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Первый гол. Ну, я вижу, что у нас тренеры уже недовольны. Он везде первый забивает гол. Слишком много уже первых голов. Зато какой прикольный центр поля. Вот здесь Акул. Вот она. Казахская ракета. Акул. Ну, подача вообще не кул. Изящный паспорт. Здесь Степа Фанки. Тоже хочет ванкал, кстати. Ну, пока, пока в команде. Ай, сгорова. Не хочу паниковать пока. Форза на правом фланге. Прострел. Бей. Ваня. Передача на Степу Фанки. Фанки сенаторский. Ну, здесь как накручивает, а Степа? Ну, в итоге это угловой. Там пи***к получше просто. Уровень амкал слишком не для меня. Это уже чуть-чуть другое. Пацаны все равно развлекаются. С кайфом играет, камон. Стоит отметить, что Финн в роли тренера своей команды. Поэтому нужно, ребят, здесь ни в коем случае не плавить. Армарой как же вырезал здесь на дальнюю Гена Миллер. Вот она питерская встреча. Питерское дуо. Я вообще футбол ненавижу. Рэп, замена. Ой, удачи, брат. Хорош, пандос. Спасибо. Шурыга уходит от Майка Крапивникова. Ищет, кому бы отдать передачу. Но в итоге Майк обокрал. И неплохо прокинул между. Майк, Майк, Майк. Передача дальше. И здесь, что Вася Маврин видит на дальнюю Генка. Миллер, Генка, Миллер, Генка. И еще скидка. Ромарой на боль. Нет, это слив тренера, я считаю. Нет, лучше будет. Браво, браво. Я сам п***ю Рома, ты чё? Как это было красиво, как Вася увидел. И Генка не бил. Он увидел открывание Ромароя. И сразу же Ромарой в одно касание. С левой ноги. Без шансов для фидоса. Знаешь, когда мы начали играть, мы первые забили, вторые. И сразу пошло вот этот куражик, футбольный куражик. Те кайфовали. Приехали. Вот так приехали на смехуёчках. И вот так играем уже. Я хочу, чтобы этот матч длился часов в десять. И причем на репите столько легенд в одном месте. И Гурыч, и Акулы, и Панды, и Фикс. Все здесь. И Димка Фуарид. А в это время Стёп Фанк Сенаторов. Ой-ой-ой-ой. Тасяки на месте. Ромарой, передача снова на Витя Булатова. Витя, прострельная передача. Майк Рапивников. Вот и все, е**й. Хочу вам кал. Кто-то сосет. Интересно кто. Я думаю, у нас такие, знаешь, более такое игривое настроение. Я все равно вам кал приехал. Ну ладно, скатаем там. Пацанов покатаем. У нас было больше. Желание такой энергии внутри. Объединение, угара. Смотрим, да, Витя Булатов. Возле углового флажка. Против Олейника. И здесь. Валяется Витя в привычной своей позе. Блин, ногу вообще тупо не чувствую. Мы куваться уже начали более-менее нормально. Там еще и Сибыч на него наорал несколько раз. Типа, Игорь, не то делаешь, не то делаешь. Он, видимо, тоже решил покуваться. Я ставил корпус, продлинулся, проходил мимо него и наступил просто на ногу. Я не ломал. Даже стыка особого не было. Вася Маврин. Перевод на правый фланг. С левой ноги Билл и Фидосов. Степа, ты не один на поле. Степа, соберись. Тренера слушаем. Давай скажем наше оправдание, что, типа, они специально, на самом деле, куелы играют, чтобы, ну, типа, больше людей в следующий выпуск прошло. Ради контента все. Снова фанки. Передача налево. Форза. Подача на дальний удар в одно касание. Ваня Млечного. Но это мимо. Зрячая хорошая передача была. Надеюсь, шурыга удар и Саня победка на месте. Если честно, больше всего, х**, стал ходить по фаворит доказывать. У меня тиммейты очень сильные были. Ромарои шикарно помогал мне. Сычев около меня стоял. Заслуга моего личного успеха лежит вот на ближайшем круге игроков, который вот находился там, рядом. Бизекс, Ванечка. 30 плюс, передача направо. Снова дают удар и это гол. Ну, кажется, Санечек себе дорогу на Мкал обратно закрыл. Куда ему? Есть только один Мкал. Спасибо, блядь. Спасибо. Назад, назад. То, что нужно. О, поехала вода, нах**. Чуть-чуть, дай, 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 чуть-чуть пари на них, дайте, и играть начну. Ну, когда сто процентов думают, что это тренерский гол, не иначе. Ух ты, с упора уже расстреливают, бедного Маменыча. Ой! Я себя сейчас чувствую Германа, когда я не забиваю в наших играх. Непривычно, конечно. Ну, приятный кайф, приятный. Я прям кайфую. Очень переживаю за свою команду, но здесь бизекс, кстати, сделаю пульсом нервов. Доставить побольше. Влад. Удар в центре поля. Бейте, Блатов. Что, опять? Я знаю, у нас была тактика, чтобы акул разговаривал с Федей, и типа его отвлекал, и в этот момент ты им зашиваль давал. Федос, ты же не сдавал, ну честно. Ему постоянно говорили, акулы, держись, еще один и один. Поэтому Федос выходил ко мне ближе, а Блатик увидел это. Я бегу уже, как бы, чтобы Влад мог мне отдать передачу, а Федос дернулся на меня. Из-за этого Влад увидел и закинул ему за шивор. Пи-и-и, за шивор и положил его. Брючка есть там? Надо с трефом поработать, я ху-ня, что делаю. Ну что, смотри, сколько он мне дает, брат. Ну что? Сколько надо? Это много, брат. Мне 50, это на две игры вперед, бля. Давай. Какие махинации. Это законно вообще? А? 100 рублей, братан, до полторы тысячи. А-а. Я успел поработать, бля. Ну дезертиры, саботажники, я оху-ня с нашей расстановки. Була, бул, разминайся. На форварде? Нет. На вратаре. Перестерево направо, прострел, 4-2. Да, его посадили, игра сразу заваливает. А, ну красненькие здесь дадут бой 100%, никто сдаваться не будет. А вот Майк Рапивников удар с левой, Фидос на месте. Хоть сейв сделал один. Ребята, я вами горжусь. Лучше не скажешь. Ну это вы такие матчи, на самом деле, соскучился, где ты реально играешь, кайфуешь. Когда пас там на Миллера даешь, чтобы он забивал, кайфовал. Не знаю, классно, мне понравилось. Стыдно, когда у человека есть желание, я всегда был уверен. В футболе важнее желание, нежели чем качество футбол. Понятно, если там фаворит я, будем играть против Криштиану Роналду и Кулебали, конечно, нам пи***ть. Они там на сигарете пьяные нас шлепнут. Но здесь не такой перевес. Димка, видно, желание включен. Я отмечу тоже фанки, очень хорошо нам помогают, ударами выше на 10 метров. Но у них я, кстати, отмечу Эрика. Я не знаю, занимался он футболом или нет, но вот хороший удар поставлен, такое телодвижение спортивное. Давай помолчим, гоу, уже послушаем. Б**, было бы, что сказать. Парни, ну я не знаю, что за анархия у вас началась. Эрик, вы с Млечным, почему на одном фланге? Хорошо голос забил, зайдись. Нет, справа никого не было. Справа с выступого защитника? Да, но с форзов-сетер ушел. Почему-то ушел в цену. Мы один ваги наставили. Потому что, типа, тотальный футбол, на**, это то, чему вы нас свечили на теориях, б**ть. Чего? Ребят, много очень аудиторий, у меня запрещено из Казахстана совсем, поэтому передаем Казахстану отдельный привет. К Казахстану, да, казахи, ребята всегда смотрят, поддерживают своих казахстанцев, да и не только, и очень любят медиафутбол в целом. Очень. Когда я там был, да, аудитория очень активная, спасибо, что смотрите, поддерживаете. Видите, медиафутбол, это вы, ребята. В общем, не только казахстанцы, имеется в виду зрителей. От вас зависит медиафутбол, будет насколько существовать, потому что просмотр это самое главное, зритель и любовь зрителя. Забавно, например, после таких же слов произошла эта кричалка, я также в раздевалке в Кимках что-то такое подобное говорю, что вы, мы все вместе, говорю, мы амкал из перекопов, а вы нет. Это потом разверусилось на уже кричалку слога. Я снова сделал стиль, я снова сделал всем. Чего, можно бежонить с эти платы? Ну, старое до возвращения рубрики. Знаете, на геттерах, вот здесь сзади делают часто дырочки, короче, что, ну, сейчас, да, можешь подснять. Вот когда геттеры такие высокие, на них, например, сейчас биллингем часто делают дырочки, короче, чтобы, типа, ножка лучше дышала, а я делаю дырочки на термухе, чтобы вот так можно было сделать, смотрите, раз, два, и ты вот так вот играешь, как будто в чулках. Но, правда, на самом деле есть такие специальные термушки, но если нет, то вы можете сами сделать дырочки, вот так просто их продырявить немножечко и вот так ходить, как будто в жестком порядке. Используйте. Ключится, конечно, нормально, но, конечно, можно в футбол поиграть, я вот этого ощущения не испытывал, блять. Когда зашел, кидаешь. Да, да, это блять. Мало тебя, на поле, мало. Так я понимаю, это проси на работу. Так у нас в центре поле нету, голосом проси. Да я, блять, хорошо, нахуй. Заходи, ну, ладно, спасибо. Таки, по всем месту. Братцы, Сибирь, я как футболист пил. Хорошо, блять. Сделай меня на лицо. Хорошо, блять. Ананасы, хуйня. Я не понял, что ананасы. Да, блять, просто когда ананасы ешь, сперма вкусная становится. А, блять, видишь, ты шарик. Впереди второй тайм, уважаемые зрители. Удар с центра поля и здесь Ваня Млечный. Что за хуйня? Ну, а мы продолжаем смотреть очередную атаку и это не угроза. Вот здесь штрафной перепалка и удар. Ну, что за ударище? Пошли девятка, йоу. Ничего, 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 по мысли из дурова. Если Акул забьет, я 500 тысяч отжиманий не сделал. Карат Базильевич негодует. Ну, что, еще один дальний удар сейчас будет от Сибыча или нет. Сибска на передаче на Булу. И Булу замкнуть не сумел. Да, Сибыч, да, Сибыч. Забить, забить. Ну, бей, ну зачем, ну давай, зачем отдавать, зачем? А, блядь. Шире есть! Очередная атака, передача в центр и здесь не получилось. Кто там куётся? Фаворит? Фаворит. Пошел в сольном проходе Эрик Купуэрик, передача вдоль и никого. Булу, блядь, дальнюю замыкать надо. Он стрелял, блядь, он тебя ждал, блядь. Ну, а теперь легенды в атаке и Вася Мабринк против Эрика, передача на левый фланг. Пиздец, какой голосо, Ромарой. Ой-ой-ой, Ромарой. Вот это Ромадал. Вот это рыбка в Анперсе. Пять-два. 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 Ну, кажется, легенды. Это уже не отпустят. Здесь снова Сибскана. Була, була. Ударный. Снова моменты. Шикарный фас от Борза. Эрик пытается против трех выстоять. Получается, обводит и моменты, но здесь фаворит. Мой пиздюк. Да ну, и в итоге теперь поехали в атаку. Акул против Фреса. Это пенальтик. Пенальтик, где имеешь право стать. Никакого в пенальти не поставил арбитр. Дмитрий Жилинский. Ну, и здесь легенда снова в атаке. Передача неплохая. Протыкает, протыкает. Удар. Акул. Акул. Красники. И в атаке есть еще время отыграться. Фор за резор. Нормально. Ну, а что это, блядь, ну, это, блядь. Стасик, что еще здесь? Опа, ошибочка, ошибочка. Фантисенаторский фанеча фаня. 5-3. Да, блядь, блядь. 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 Но это на самом деле не игрушки. Беленькие должны понимать, что если они проигрывают, 4 человека покидают по Чувамхалу. А если победят, беленькие, то покидают всего 2 человека. А кто это будет, узнаем уже совсем скоро. Красники снова в атаке. Герман Аль Классика. Удар блокируется, и здесь Степа Фанки со смещением по правую ногу. Ванька Бизакс. Еще перевод дальше на правый фланг. И здесь Андрей Сипска на передаче в центр. Ваня Бизакс. И это не гол. Еще добивай. Ну, кто еще свою пушку разрядит? Ну, ну, с ударом. А как он вытаскивает? Подачка здесь. И с лету как шандарахнули. Ну, типа, счет ни хера не поиграл. Ну, у нас мы даже с нашей героевой игрой, моментов, блядь, на 5 мячей точно было. Стас против Фанки здесь, как отец и сын. Ну, Стасик просто его подвинул. Какой колешник, Эрик. Ой, чудал. Еще три минуты, блядь. Три минуты еще, блядь. Блядь, так и накажем их сейчас, блядь. Коуч сейчас камбэк будет. Друзья, а это 5-4. Вася Маврин, удар в центре поля. Еще один. О, перекладина. Фидос Барбос. Гена Ген. Парни, нам один осталось отыграть. Давайте. Иначе зачем это все было? Гена Миллер неплохо против Млечного. Гуркин на подсвате. Гуркин, Гуркин. Сейчас выйдет гол или же нет для своей команды. Фидос отбивает удар Акула. Ай, блядь, бремя тяну. Да, блядь, пусть и больно. Блатов! 6-4. Легенды. Все, как они игроков разбирают. Красный мяч. Ну и как приложился Витя Блатов. Фидос даже не успел морднуть. А в глазах пустота у карата. А, что ты? Рэп, рэп. Да вставай, блядь. Вставай, блядь. Вставай, блядь. Вставай, блядь. Вставай, блядь. Вставай, играй. Еще одна атака. Красненький. Степа Фанки. Будет дальний удар или нет? Дальний удар. И здесь моментка на месте. Ваня Мречный. Вместе с Форзой. Форза кому отдаст передачу. Набегающий убийц. Бизакс прострел под себя. На месте Ромарой. В защите и в нападении. Везде отрабатывает. О, великий Ромарой. Но это все-таки пятый гол. Это пятый гол. Что было? О, великий. Что делать там? Дима, ты что делаешь? Еще одна атака. Левым флангом. Степа Фанки прострел. Перекладина выбей. Это, кажется, все, дорогие друзья. Потому что таймер на исходе. Фанки бьет. И это перевоз в перекладину от Моменко. Нам не хватило физухи, потому что конец второго тайма. Нас прям жестко переясанули. Было тяжело. Но с Богом, чудом мы прошли дальше. Вот это матч Нахмедины. Участники проекта просто, блядь, это просто лучшие. Им аплодисменты стоя. Они заслужили не чтоб два уходила, чтоб вообще ноль. Мне кажется, у пацанов просто особо желания даже у МКала не было. Ну, приехали так, там, отбыть номер. А здесь, ребята, желание. Сейчас я бы их разъебал. Красава, мангл. Я вуку и блядь. Наши постори. Этот старый МК вообще не почувствовал. Очень кайфанул, эмоции получил прям максимальные, потому что я давно такого не испытывал и не играл в такой футбол. Вопросы имеются? Это я еще речь не говорил, а мы так разъебали. Я випи матч, по-любому. По итогу получился очень крутой матч, в котором действительно борьба была до последней секунды. И честно, я надеялся, что мы сможем сравнять и решить, кто победит по серии пенальти. Но участники, я хочу вам как, были более заряжены, более слажены и заслужили возможность сохранить своих, собственно, людей. Эту команду покинет сегодня только два участника. Нам нужно отправиться голосовать. Голосовать вы будете сами. Мы не заслужили прав голоса никаких. Конечно, да, как всегда чистые. А вам придется выбрать кого-то. Я не просто так дам вам капитанскую повязку. Мы просто ее отдали. Вы должны сами решить, кого и что. Вася, в начале матча по пять минут каждый будет. С капитанской? Что? Я капитан. Тот, кто был с капитанской повязкой, автоматически получает иммунитет и против него голосовать нельзя. Я понял с того, что у Васи был иммунитет. Он, во-первых, просто взял наглую повязку, но я не стал против, потому что человек опытный. Человек больше всего, наверное, у нас сыграл в футбол. Понимает, он нас и в принципе расставлял. Кто где играет, успокаивал. Давайте контроль, давайте там. Вот, я подумал, пофиг на повязку. Ты не поверишь, но в какой-то момент, по-моему, во второй половине второго тайма, я хотел подойти к Васе и попросить повязочку, чтобы каждый поносил. Вроде как я даже уже порывался ему снять ее. И в какой-то момент, как ей, все, съемка, съемка. И я такой, раз, ее назад надел. Я же говорил, подумайте, говорил. Вам нужно выбрать Кэпа и объяснить, почему выбрать. Сейчас нужно забрать эту повязку, проявить лидерские качества, потому что она может пригодиться. У вас остались, что он Кэп? Да. Все? Все постарают? Все, наверное, были за это. Самый старый, самый опытный, пускай забирают. Ситуация интересная, вкладываешь. Вообще, капитанская повязка и иммунитет задумывались как возможность как будто из нефутбольных пацанов просто спастись на голосовании. И я думал, что капитанку дадут, не знаю, там, Акулу или Гене Миллеру, или, может быть, не знаю, фуваринту. Да все равно бы он прошел. По итогам футбола очевидно бы, что он прошел. Я бы Акулу выгнал бы. Акула? За что? Потагонка ко второму конкурсу. Слушай, ну хочется, чтобы Олдскул и сводила вплоть до пятого выпуска. Поэтому я, наверное, другой выбор сделаю. Оставлю старичков. Я бы, на самом деле, и не голосовал бы за старик. Тех людей, из-за которых начали смотреть Анкал. Не, сложно. Я вот смотрю на пацанов, я не знаю, как за кого голосовал. Слушай, ну мы так, как мы играли, на самом деле, старались все абсолютно. Нет человека, который бы... Гена, ты видел там два раза, как ускорился? Если до этого можно было как-то угорать в моменте, то вот сейчас вообще какой-то отстой. Типа мы сплотились, все играли, все отдавались. А против себя можно голосовать? Потому что вообще рука не поднимается. Мы команда победителей. Мы классно реально сыграли. Вообще никому не было никаких претензий. И когда просят выгнать какого-то своего однокомандника, одноклубника, ну это как-то было вот не очень. Вы сходили проголосовать. Каждый из вас имел один шанс кого-нибудь вычеркнуть. Я буду показывать фотку и говорить, сколько человек проголосовало против него. Вот, например, первый Дима фаворит. Ноль голосов. Фаворит живет. Стас Сычев. Когда Герман уже доставал фотографии, я думал, ну, голосов 5, наверное, у меня есть. Ноль голосов. И он достает ноль. Я думаю, блядь, это что значит? Типа я понравился ребятам там, или они во мне не видят там какой-то опасности вот. Люблю вас команду. Отсос каждому. Вот Ромочка. Ноль голосов. Витя Батов. Ноль голосов. Гена Миллер. Ноль голосов. И Саня Моменко. Один голос. Без обид, но исходя из контент плана и из каких-то вот контентных соображений, я все-таки считаю, что остальные ребята, во-первых, и в футболе отдавались вообще максимально. И в плане контента я буду рады видеть. Леша Гуркин. Один голос. Что это мразь? Ты чего, ты чего, ты сам Гуркин голосовал? Сам за себя. Я голосую против этого игрока. Это единственный, против кого мне совесть не позволяет голосовать, в чем то, что команда выиграла. И я считаю, что концепция голосовать против своих, она идет наперекор с какими-то моими внутренними историями. Лучше я не выиграю, но лично голосовать против кого-то своего. Если бы другие решали без проблем. Элемент шоу и так далее. А вот так вот, публичное, я могу только против этого человека. Акул. Четыре голоса. Эй, там я был следующий. Слишком легко. За Акула. Причина супер банальная. Он не забил дофига моментов, я ему давал на пустые ворота. Если бы он забил гол, то я бы вообще здесь был в шоке и не знал, за кого голосовать. Вот реально. Акула только из-за того, что спас его в том раунде, взял деньги и ушел. Берем Акула. Потому что мы хотим приехать в Казахстан, чтобы ты был там, а не в Алкале. Прости, пожалуйста. Будешь смотреть ролик, сыграем с тобой в фифу. Всего классно. Майк Рапивников, четыре голоса. Честно, я не ожидал, я офигел, но тут можно легко понять, что делится на две коалиции. В одной коалиции мы выбираем другая фифера, в другой коалиции таких же ребят выбирает кого-то из нас одного и в него стреляет. Я думаю, это стандартная штука в шоу. Я не понимаю, почему выбрали кикать Майка Крапивникова. Во-первых, он достаточно неплохо себя проявлял в футболе. Во-вторых, это участник, который максимально показывал, что ему интересен именно контракт. Давайте Майка. Майка, да. Давай Майка. Я согласен. Я только не хочу. Майка же есть команда. А нам не двух надо кикать. Майка народная. Это гейнг, типа? Это не гейнг. Это не гейнг, братан. Это уже просто колесиная движуха лютая. Похуй мне не дали иммунитет, и я капитан команды. Конечно, Майк. Он сильно играет, и нужно устранить конкурента. Я кикую того, наверное, кого я меньше всего знаю из этих ребят. Майка, сори. Беру фотографию Майка. Но на самом деле, хотелось бы сказать, что после такого матча, в принципе, тяжело выбирать, потому что какой-то общий вайб командный поймали. И, наверное, мой выбор основы лишь на том, что у меня, в принципе, в общей сумме за все время знакомства с Майком меньше всего вайбы из всех ребят, которые вот есть в этом списке, поэтому, пожалуй, проголосую против него. Я выберу человека, который играет за народную команду только по этой причине. А против себя можно голосовать? Потому что вообще рука не поднимается. Против себя я голосовать не буду. Выстрел себе в голову, зачем они это вы делаете? Я такой хороший, я хороший, я очень хороший. Я такой хороший. На самом деле, я гонбун. Не ожидали. У нас два человека по четыре голоса. Мамкаловцы, у вас есть на выбор акул и майк рапивников. По одному идете голосовать. Гейм, блять. Все, решение на вас. Решение на вас. Фидос, ты у меня был на свадьбе. Вот кто-то свидетель сказал, что Шурыга лучше всех отыграл. Лучший рэпер это Млечный. Я голосую. Сегодня легче. Голосуешь? Да, пока. Блять. Ты здесь давно, да? Да, знаешь, оленек тоже два раза постоял. Так на второй раз ему не повезло. Я подумал, ну сейчас меня, типа, все. Финальное решение пришлось принимать действующим амкаловцам. Суть была в том, что красный жетон это голос против майка, черный жетон это голос против акулы. Ну и что, сейчас будет интересно. И первый против майка. Как мужчина, первый. Второй против майка. Тяжелый выбор. Майк, прости. Я к нему отлично отношусь. Мы хорошо общаемся, но у меня осталось, если честно, осадочек после того, как он ушел из амкала и были негативные вещи в сторону команды. Майк, когда ушел из амкала, я даже, по-моему, на старе с ним обсуждали ряд тем. И в целом, мне кажется, что футбиков еще много останется в проекте. Медийные они на вес золота, поэтому я за акулу надеюсь, что он навалит контента. Но если он не навалит контента, он черт. Майк, немножко стоит переживать. Все, человек. Все, брат, конец. Акул, прости, братик, но как бы с Майклом у меня хоть какие-то общения есть какое-то. Мы с ним не знакомы и играли вместе. Ну и еще плюс считавочка, которая подвела к этому. Так как мне не хотелось быть решающим голосом, надеюсь, что ты не обидишься. Это одна, да? Еще один против Майка. Поколостов ужас доведом. Не просто выбор. Майки, жаль тебя терять. Но чисто по футбольному выбирал, потому что Майк суперяркость я не проявил, хотя должен был. Акул никому ничего не должен. Собственно, он остается. А, вам не нравится Акул тоже? Я понял. Три, два, девять. Еще один голос против Майка. Сколько можно, еб твою мать? Ну, Акул тут чисто привзятые отношения, наверное, потому что человек в свое время мне очень сильно помог в плане моего становления в видеоблогинге. Хочется посмотреть еще на него в этой всей движухе. Ну, я голосую за Акула, потому что я как наблюдаю с момента, как начался этот проект, слежу, кто как себя ведет. И в целом, когда Акул забрал бабки, а не оставил путевку пацанам лишнюю, из-за этого вылетел Олейник. Поэтому, наверное, мне кажется, что все-таки должен быть Акул. Плюс он все за бабками пришел, а нам нужен тот человек, который хочет в Амкан. Ну все, мне вообще нельзя, мои голосы. Четыре. Я решил оставить Майка, потому что это один из многих людей, кто может выбрать контракт. А я не вижу смысла оставлять в проекте людей, которые живут сюда чисто за бабками, потому что все-таки это хочу Амкало, а не хочу деньги. Еще один голос против Майка. Еще один голос против Майка. И последний голос против Майка. Вот это хочу выгнать. К сожалению, был очень сложный выбор, но Акул в медиа. Майк, по-братски не подумай, что здесь что-то личное. Я старая гвардия, и профиков нам здесь уже достаточно. Я не могу так проголосовать. Я хочу, чтобы мой голос, он ничего не решит по поводу этих двух людей. Я против него в любом случае. Скажите это, объявите. Этих я топить не буду. Вот я против этого человека голосую. Но я голосую не против человека, я голосую за Акулу просто. Человек, которого еще не было у нас в команде, можно сказать, в полной мере. И было бы прикольно, если бы он действительно оказался в нашей команде. Акул второй раз спасается. Да, я не знаю, брат. Ты возвращаешься в команду, я тебя отправлю обратно. Ура! Акулы! Ура! Естественно, да, я хотел пойти дальше и посмотреть. Я думал, в завтрашний день точно попаду. Ну, ничего такое бывает. Буду приходить, как приглашать, быть на съемки. Всем спасибо, кто смотрелся. Было классно. Акбонисменты Майку! Мы заканчиваем этот выпуск, друзья, и увидимся с вами в следующем ролике. Но не выключайте, потому что здесь есть еще кое-что интересное. Друзья, выпуск не заканчивается, естественно. Ну, а как могло быть иначе? Было бы странно просто отпустить всех вас в следующий раунд, вот, когда мы изначально говорили о том, что проект должны покинуть два человека. Есть одна интересная история. Дело в том, что капитанская повязка – это не только плюшки, но и большая ответственность. Поэтому, Вась, иди ко мне. А, то есть я сейчас должен выгнать одного? Нет, 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 не прокатит, Вась. Вась, иди ко мне. Что Генназ развел здесь у нас? Какие-то красивые игры. Фу, хорошо, что вдруг никто мне не дал капитанскую повязку. Я бы вообще не хотел этого делать. Капитанская повязка – это действительно ответственность за всю команду. Я не знаю, по каким критериям, по каким мыслям. Это все остается тебе. И я такой, Вась, только не меня. Не надо делать шоу, не надо контента. Выгони кого-нибудь, но не меня. Я бы на хула кикнул, если бы она у меня была. Твоя капитанская повязка сейчас должна быть обменена на чье-то продолжение в следующих выпусках. Друзья, ну а пока он думает, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующем выпуске. Друзья, вы невероятно сильно разогнали выпуски на этом канале. И если вы хотите ускорить их еще сильнее, то 70 тысяч пальцев вверх, и мы выходим с четвертым выпуском на следующий день. В рамках шоу, то решение, которое было принято, я думаю, зрители будут негодовать, либо наоборот обсуждать это. Это правило игры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова